Недавно президент Зеленский сделал несколько громких заявлений во время своего выступления в ООН. Он подметил, что ООН нужно обновить, ведь организация сдала свои позиции и уже не в состоянии эффективно решать новые глобальные проблемы. Президент Украины сравнил организацию с супергероем на пенсии, который забыл, на что он способен. В частности, Зеленский отметил, что ООН долгое время только слышала критику и обвинения в том, что ООН ничего не может сделать и превратилась в Лигу наций. Чтобы возродить ООН, Зеленский призвал государства-члены говорить друг другу просто, ясно, конкретно и прежде всего честно и открыто. Но президент недоумевает, как ООН должно возвратиться, если место, где впервые собралась организация, захвачено членом ООН. Кроме того, Зеленский подметил, что сейчас всех волнует изменение климата и природы. В связи с этим Крым нуждается в повышенном внимании, ведь российские оккупанты заменили уникальную природу на военную базу. Зеленский напомнил, что с момента своего избрания президентом Украины он два года выступал в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. И последние два года сообщал миру ужасающие факты о последствиях российской агрессии в Украине. Зеленский призвал всех членов ООН присоединиться к декларации, принятой на саммите Крымской платформы в Киеве. Он обвинил ООН в обходе Крымского вопроса. Кроме того, Россия также должна присоединиться к Крымской платформе. Зеленский призвал ООН эффективно отреагировать на раздачу российских паспортов на оккупированных территориях Украины и проведение выборов в Государственную Думу России, в Одло и в Крыму. Также Желенский раскритиковал крупные государства за неравномерное распределение вакцин против коронавируса, заявив, что мир не прошел тест на единство во время COVID-19. Кроме того, президент рассказал о нападении на своего товарища и друга Сергея Шефира. Президент отметил, что именно такова цена изменений и реформ в Украине. Он заявил, что виновные в этом инциденте будут найдены и наказаны по всей строгости закона. По мнению экспертов, нападение на Шефира никакого отношения к изменениям и реформам в Украине не имеет. Друг президента очень часто проводил встречи с различными бизнесменами и не всегда было понятно, о чем они договариваются. Вполне возможно, что Шефир просто перешел к кому-то дорогу или не выполнил взятые на себя обязательства. По поводу причастности олигархов, которые против закона об олигархах, Шефир не принимал участие в продвижении данного закона. Продолжение следует...